Вау, ответил кражут Сергей Долбак, чемодан. Держитесь, сударь, снова яма. Да, лошадкам бы не покалечить, но они... Вы, сударь, понимаете, дороги, они у нас такие, как всегда. Желаете понюшку табака? Спасибо, но теперь не в моде это. Мы нынче, сударь, курим сигареты, а вы здоровы, наверняка. Ну, как красиво. Все воруют? Да. Чиновники раздулись, будто жабы. Все та же наша древняя беда. Но несопоставимые масштабы. Воруют страстно, ясно. Стыда не знают вовсе. Что ни говори там, все давешние воры, фавориты пред этими. Ну, просто ерунда. А что ж, закон? И, сударь мой, закон. Вы знаете и сами, он что дышло. Как повернешь, вот так оно и вышло. Одни слова. Словесный шум и звук. Мужик-то не бунтует ли? Народ притих, больной, обманный и нищий. Он эту землю так залил кровищем, что пахари у нас наперечет. Ну, бабы ведь рожали. Говорят, царь Петр однажды все-таки заплакал над павшими. Хотя сажал ведь на кровь и голову рубил старинцам подряд. Но тут же был утешен горячо одним из генералов. Дескать, бабы у нас неприхотливы и не слабы. И нарожают нам солдат еще. Так что же, а? Исправно ли на свет солдат нам производят нынче бабы? Тьфу, господи, прости, опять ухабы. Что с вами бабы? Не рожают? Нет? Но вы, Россию, все же оттянут. Мы тоже матерей не выбираем. И если нужно, так же умираем. Без лишних сил. В любые времена. Мне приснилось, что я никому ничего не должна. Никому ничего, кроме разве что Господа Бога. Осушила до дна. По счетам расплодилась сполна. Сполоснула стакан и могу собираться в дорогу. Тишина до краев наполняла колодец двора. Заливала сквозь окна квартир, обветшала и гнезда. Растекалась по крышам. И зеленоватые звезды безмятежно дышали. И я понимала. Пора. И без горечи вспомнив друзей, позабывших меня. Или попросту канувших, сгибнувших и в вечности сонными. Я седлала коня. Я спокойно седлала коня. Чтоб седлать можно. Чтоб скакать на восход. Бесконвойно. И не подкакать.